Новый способ заставить нерадивых родителей вспомнить о долгах перед родными детьми. Теперь неплательщики алиментов и других штрафов будут лишаться водительских прав. Судебные приставы в Амурской и Омской областях уже начали приостанавливать действия удостоверению тех, чей долг более 10 тысяч рублей. Чтобы заплатить, злостным алименщикам дадут срок сутки. Если это не поможет, прав вообще лишат или отправят на принудительные работы. А дети, наконец, получат то, что им причитается по закону. В злостных алименщиках бывший супруг Николины Бундуковой ходит восьмой год. С сыном Егоркой не интересуются, денег не платят. Общий долг по алиментам уже превысил 100 тысяч рублей. До сих пор мы не можем добиться, чтобы просто каждый месяц оплачивались алименты. У нас теперь то официально, то неофициально. Папа бывший, мой супруг бывший, работает. То есть судебные приставы уже не знают, что с ним делать. Отец ребенка в Костроме не бедный человек. Частный дом, две машины, своя строительная фирма. Но взять с него нечего. Все имущество и бизнес оформлены на маму. Мужчина формально безработный. Теперь управу на таких предприимчивых должников государство все же нашло. С сегодняшнего дня судебные приставы могут аннулировать на время водительские удостоверения на управление любым транспортом. От мотоциклов и автомобилей до морских судов и авиации. Принимать решение об ограничении специального права судебные приставы в праве будут по исполнительным документам взыскание алиментов, взыскание возмещения вреда причиненному здоровью, возмещение материального ущерба либо морального вреда причиненному преступлению. В общий перечень входят еще и непогашенные штрафы за нарушение ПДД. Законодатели установили нижнюю планку для новых ограничений. Долг больше 10 тысяч рублей. В этом случае неплательщика, которого и так уже не выпустят за рубеж, еще и временно переведут в разряд пешеходов. После того, как судебный пристав сообщит должнику о вердикте, на погашение долга дается 5 дней, а по алиментам всего сутки. Водительское удостоверение у вас находится на руках, но с вступлением силы постановления суда, оно передается также в управление ГАИ, где его забивают в базы данных. Инспектор, проверяя вашу машину по базе данных, видит, что у вас приостановлено водительское удостоверение, соответственно передвигаться вы не можете. Оставаясь за рулем, вопреки запрету, можно и вовсе лишиться прав сроком на год или же получить наказание 50 часов принудительных работ. Приставы уверяют, что общая база с ГИБДД, Росавиации, Инспекции и Маломерных судов уже создана по всей стране и данные о штрафниках вносятся в режиме реального времени. Нам нужен ГОЛК Александр Сергеевич. Да, что случилось? Так, у вас штрафы не оплачены. Сегодняшнее утро для многих неплательщиков началось одинаково с визита судебных приставов. В столице участники рейда пока только предупреждали должников о возможном изъятии прав, подробно перечисляя, кто сколько должен. А в Ярославле приставы сегодня весь день вызывали должников к себе на разговор. Многие неплательщики об ужесточении законодательства узнавали прямо в кабинете. Парень, отдай права и принеси нам 24 тысячи. Посоветуйте, где я их возьму. Безработному Андрею Горбачеву судебные приставы предлагают незамедлительно оплатить долг по алиментам. У должника из имущества лишь старенькая иномарка. Мужчина занимается частным извозом. Нигде не числится, работает, что называется, на себя. Но закон дает поблажку лишь тем, кто официально трудоустроен в такси или числится штатным водителем. У кого права единственный источник дохода. Им достаточно принести справку с работой. И удостоверения их не лишат. Дмитрий Зайцев, Дмитрий Бедреб, Сергей Кузнецов, Лилия Зорина и Ирина Нечаева. Первый канал.